МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там же поздравили победителей состязаний на военно-полевых сборах. Сочинский САХ получит лицензию на переработку шин. Сегодня спецавтохозяйству приходится за собственные деньги вывозить старые покрышки. Хрустальный петушок вновь собрал талантливых ребят. Фестиваль творчества детей-инвалидов стартовал в Сочи. Вениамин Кондратьев поручил привлечь максимум сил и средств к поиску пропавшего в горячем ключе подростка. Для проведения поисковой операции по поручению губернатора созданы группы, организован оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. 12-летний школьник потерялся в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию. Сообщение об исчезновении туапсинского школьника Алексея Шмакова поступило в правоохранительные органы накануне вечером. По данным Краевого управления МВД, 22 октября в лесу, вблизи станицы Саратовской заблудились два подростка. Один из них был обнаружен. Для поиска второго мальчика созданы группы, в которые вошли более 200 человек. Это сотрудники полиции, военные, профессиональные спасатели, казаки-волонтеры. Также к поисковой операции привлечены охотники и опытные туристы. Задействован вертолет, а также беспилотный летательный аппарат, оборудованный дневной и тепловизионной камерой. Кроме того, в «Горячем ключе» организован специальный штаб, который возглавил первозаместитель главы региона Андрей Алексеенко. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местах, нахождении мальчика, просят обращаться по указанным телефонам. В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Председатель Оргкомитета фестиваля, первозаместитель, руководитель администрации президента России Сергей Кириенко подвел итоги на заключительном брифинге. Организаторы отметили, завершение фестиваля – это только начало. Начало новых проектов, дружбы. Ну а для туристического Сочи – еще один успешный шаг, как курорта мирового уровня. Отдельную пресс-конференцию дал и глава Сочи Анатолий Пахомов. Мэр рассказал журналистам, как в течение пяти фестивальных дней на курорте работал городской оперативный штаб. Начали с цифр 25 тысяч участников из 188 стран. Это рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов, отметил Кириенко. В целом успех фестиваля очевиден, как и его образовательная программа. Участие в ней приняли более 1300 спикеров, лекции которых посещали от 8 до 11 тысяч участников. Развенчал председатель оргкомитета и целый ряд мифов о современной молодежи, которая, как показал фестиваль, не бездеятельная, а, напротив, с огромным желанием самореализации. Отдельно Сергей Кириенко поблагодарил власти Сочи за отличную организацию фестиваля молодежи. На курорте, наряду с федеральным штабом, в круглосуточном режиме работал городской оперативный штаб. Отдельные слова благодарности хочу сказать и городу Сочи, Анатолий Николаевич, здесь, и Краснодарскому краю, которые, в общем, все это в очень короткие сроки. Ну, понимаем, что время, которое было на подготовку к фестивалю, несопоставимо с временем на подготовку к Олимпиаде. Но мне кажется, очень важно и хорошо, что вся инфраструктура, помните же, коллеги, сколько было разговоров, когда заканчивалась Олимпиада, что со всем этим будет, все будет не нужно. Вот такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что очень здорово, когда в стране есть такой уникальный комплекс, способный в короткие сроки принять мероприятие планетарного масштаба. А вот фестиваль точно был именно таким. А еще фестиваль будет способствовать большему продвижению курортного Сочи и повлияет на туристические возможности Олимпийской столицы, отметил Кириенко. Ну, а как к такому турпотоку в лице гостей фестиваля готовились в самом Сочи, федеральным СМИ рассказал глава города. Анатолий Пахомов подчеркнул, что со своей задачей курорт справился с успехом. В городском оперативном штабе, который взаимодействовал со всеми направлениями и структурами фестиваля, четко и слаженно решались все вопросы. Такие, как поддержание порядка, медицинское обеспечение, организация питания, размещение, транспортная логистика. Вы заметили, что ни разу вообще никто не поднял вопрос о транспортной логистике. Здесь тоже достаточно большой успех. Безопасностью в городе дополнительно занималось еще 450 казаков. Здесь их не было никогда. Вот, в Американской низменности. А то, что касается районов города, там работали 455 казаков. Вот, 98 членов народных дружин участвовали в охране общественного порядка совместно с полицией. Хочу сразу же сказать, что за это время роста преступлений, даже самого мелкого, не произошло. Наоборот, уменьшается. Все это время Сочи жил фестивалем, подчеркнул мэр. Об этом говорило и оформление курорта. Баннеры с фестивальной тематикой встречались в городе каждые 100 метров. Мы очень горды тем, что фестиваль прошел удачно, что это еще одна положительная летопись нашего города, нашей страны. Это очередное серьезное мировое продвижение города Сочи. Лучшего продвижения просто не существует. И, естественно, правильно сказал Сергей Владимирович, что теперь те, кто побывал здесь, они всегда будут стремиться сюда вернуться, увидеть это, теперь уже увидеть глазами гостей, со своими друзьями. И, естественно, что наш рейтинг только подымается. А еще тысячи участников посетили городские праздники, сотни побывали в городских музеях. Кстати, непосредственными участниками Всемирного фестиваля молодежи были и 30 сочинских ребят, которые стали частью команды будущего. Ее создали в рамках форума для дальнейшего продвижения родившихся в Сочи идей. Далина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Самолеты из Сочи уже разлетелись во все уголки мира с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Каждый из них увез с собой частичку дружбы и любви. Все то, чем славится форум молодежи. А еще воспоминания, в том числе и об открытии сквера фестивальной, инициатива создания которого принадлежит главе Сочи. Продолжит Елена Овсецина. А накануне закрытия фестиваля открыли сквер фестивальный. Из Олимпийского парка, где, собственно, проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приехали участники, представители разных стран мира, чтобы посадить здесь дерево мира. Но еще до посадки серебристого эвкалипта гостей встречали весело песнями и танцами. Да так, что студенты не удержались и тоже пустились в пляс. У всех студентов в руках смартфоны, чтобы основные моменты запечатлеть и на фото, и на видео. Был их о работе, приветственные речи, ведь сквер носит имя фестивальное в честь проведения впервые в Сочи Всемирного форума молодежи. Сочинцы принимают молодежь и почетных гостей со всех стран мира и из всех регионов России всегда с огромным радушием, гостеприимством и любовью. За что мы и благодарим и главу города, и всех сочинцев и поздравляем с открытием этого замечательного сквера. Символ мира и созидания в этом сквере не только установлены в центре белоснежные голы, был посажен и серебристый евкалипт. Теперь в Сочи помимо дерева дружбы есть и дерево мира. Приезжают все делегации международные и обязательно считают своим долгом побывать на дереве дружбы. Я думаю, что теперь будут приезжать и обязательно будут считать своим долгом побывать на дереве мира, который заложила наша молодежь. А зарубежная молодежь действительно обещает приехать в Сочи еще раз, теперь уже на отдых. Самый южный город России произвел самое яркое впечатление. Сочи очень красивый город, очень доброжелательные люди, красивая природа и инфраструктура. Здесь очень свежий воздух. Было бы отлично, если бы следующий фестиваль снова прошел в России. Гости разлетелись во все уголки мира с добрым чувством и приятными воспоминаниями о Сочи. В память о них и о международном мероприятии сквер-фестивальный. Он принимает в эти дни первых посетителей. Это, конечно же, дети. Причем приводит сюда репетишек не только жители микрорайонов Абрициуса, но и со Светланы. Здесь замечательное место для того, чтобы и погулять, и сводить куда ребенка есть, и покачаться, и повеселиться, и, конечно же, провести вместе время. Здесь спроектировано 4 зоны. Будет еще и амфитеатры, и арт-зона, различные игровые и спортивные площадки. Тем не менее, сохранена коллекционная бамбуковая роща, проложены пешеходные тропинки. А для удобства жителей рядом обустроена бесплатная парковка. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. «Мой Сочи, я тобой горжусь». Фестиваль народного творчества стартовал накануне в Адлерском районе. Он проходит в преддверии празднования Дня города, который отмечается 21 ноября. Наш неповторимый Адлерский район. Площадкой для проведения фестиваля уже второй год становится площадью администрации Адлерского района. Здесь выступают творческие коллективы города с вокальными и танцевальными номерами. Они не только показывают свои таланты, но и соревнуются между собой. Лауреаты этого фестиваля примут участие в галоконцерте, который состоится 19 ноября у администрации района. До этой даты каждую субботу в 12 часов лучшие коллективы Адлерского района будут вас знакомить с творчеством, бороться за звание лауреатов этого конкурса. Участниками фестиваля становятся и юные художники. Воспитанники второй детской художественной школы и школы искусств номер 6 представляют интересную выставку картин. Фестиваль народного творчества – это вдохновение, праздник. Тут хорошо поют, танцуют. Выставлены работы нашей школы. Мы любим Адлерский район. Отмечу, что фестиваль «Мой Сочи. Я тобой горжусь» стартовал в сентябре прошлого года и уже привлек к участию сотни детей. В Адлере состоялся отчетный круг казаков, причем он прошел в торжественной обстановке. Адлерские казаки совместили собрание с праздниками, которые отмечают на Кубани. Сегодня мы собрались, чтобы провести отчетный сбор Адлерского района казачьего общества. Мы совмещаем сегодня отчетный сбор общества и праздники. Праздники – это 321-я годовщина кубанско-казачьего войска и 225-я годовщина высадки запорожцев на Кубанскую землю, на Северный Кавказ, на Прикубание. Приняли участие все национальные общины нашего города. Учащиеся казачьих классов, а их в Адлере немало, ветераны войны, общественность, представители депутатского корпуса. В фойе развернулась выставка исторических фотографий и казачьи атрибутики. Со сцены говорили об итогах дежурства казаков на набережных в активный летний сезон. Именно казаки помогали летом полицейским в охране общественного порядка. В торжественном мероприятии принял участие Сергей Савотин, атаман Черноморского казачьего округа. Он вручил адлерским казакам грамоты за лучшие показатели во время военно-полевых сборов. Вечер продолжился праздничным концертом. Сочинский САХ получит лицензию на переработку шин. Соответствующая заявка уже находится на рассмотрении. Такое решение было принято потому, как спецавтохозяйству приходится за собственные деньги вывозить покрышки, которые тонами оставляют на контейнерных площадках. Этот и другие вопросы, в частности, касающиеся работы автомоек, а также судьбы гаражного кооператива на Альпийской, обсудили в администрации города. Обо всем по порядку. Ольга Десятого. 10 тысяч тонн резины в год. Столько приходится вывозить САХу с контейнерных площадок города. Покрышки оставляют и сами сочинцы, и шиномонтажки, не желая тратить деньги на утилизацию старой резины. В итоге раскошеливаться приходится спецавтохозяйству. Хотя компания имеет право работать только с бытовым мусором, а не с отходами высокого класса опасности, к которому шины и относятся. Решение этой давней проблемы было озвучено на специальном совещании. САХ уже подал заявку на получение лицензии на утилизацию покрышек. Будет плотно заниматься шиномонтажками, заключать договоры. Активная работа ведется и с автомойками. Оказалось, что 95% работают с грубыми нарушениями. Либо договоров нет никаких, либо нет очистки воды, поэтому все работают с нарушениями. В ходе мониторинга добавилось еще несколько объектов. Всего таких сейчас обнаружено порядка 212, если быть точным, из которых 90 объектов отключены от водоснабжения. Воду на автомойке не будут подавать до тех пор, пока компании не заключат договоры с водоканалом и не установят соответствующие очистные сооружения. Зашла речь и о гаражном кооперативе на Альпийской. Члены ГСК сегодня присутствовали в зале. Гаражи на Альпийской появились еще в конце 70-х. Тогда люди своими подписями в уставе кооператива заверяли, что здесь они будут только хранить машины. В итоге гаражи превратились в многоквартирные дома, причем дома без канализации. Воду им отрезали еще в феврале, но люди продолжают пользоваться бочками с привозной водой, сливая отходы прямо на рельеф. Это город. В городе это нечто интересное. Территория, где живут сотни неопределенного вида людей, граждане и неграждане Российской Федерации. Это место, где является притоном для проституток, для бомжей. Это место, где нелегально работает бизнес. Это место, где проживают жители и нежители города, которые сдают свое жилье в абсолютно антисанитарных условиях. Но главное, отметил Пахомов, здесь по разным причинам живут сочинцы, в том числе и с детьми. Поэтому решение должно быть жестким, но справедливым. Здесь подойти нужно по-человечески, но буквально по каждому случаю, разобраться по каждому. Дать, отключить от воды, естественно, что мы не можем позволить, чтобы детки травились там, чтобы море было убитое, ради того, чтобы кто-то в гараже жил. Это не пойдет. Но помочь вместе с водоканалом, слышите, да? Получить быстро технические условия, водоканал должен их выдать и помочь им быстро подключиться к централизованной канализации. На предмет подключения к центральной канализации проверить Анатолий Пахомов поручил и многоквартирные дома, которые были введены в эксплуатацию по решению суда. В целом же администрации города была проведена колоссальная работа по наведению порядка со сбросами. За три года из 17 тысяч объектов, которые сливали отходы в море и на рельеф, сегодня осталось лишь полторы тысячи. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В эти выходные в Сочи началось заседание Международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия. Как отмечают участники съезда, православные традиции объединяют почти половину населения Европы. Это и стало отправной точкой для всестороннего диалога между парламентариями из 25 стран мира. На протяжении нескольких дней делегаты будут обсуждать вопросы, связанные с необходимостью продвижения роли православия как одного из важнейших элементов современного международного диалога. Депутат Государственной Думы и председатель комиссии ассамблеи по международной политике Константин Затулин зачитал приветствие участникам от имени губернатора Краснодарского края. В своем письме Вениамин Кондратьев отметил, что для края большая честь принимать столь авторитетное собрание, ведь именно объединяющий дух православных традиций способствует преодолению националистических, конфессиональных и религиозных противоречий. Специально к этому событию в Сочинском художественном музее состоялось открытие выставки «Кравюр Афон. Святая гора». Уникальная коллекция привезена из Афона. Эстампы с изображениями религиозного характера раздавались верующим в качестве благословения в христианских монастырях. Выставка сыграла символическую объединяющую роль для православных делегатов из разных стран. Более чем тысячелетия присутствия русского нашества на Святой Викторию оказала большое влияние на международные и межрисударственные отношения, на развитие православия, культуры, духовности. И поэтому я хочу сказать, что несмотря на основу благодарности всем, кто сохранил эти святынии и предоставил нам сегодня возможность с ними познакомиться. Всего в ассамблею входит 25 стран, 12 из них представили свои парламентские делегации в Сочи. По традиции определяющую роль играют Россия и Греция в планах на ближайшие дни обсуждения самых острых вопросов, связанных с православием. Конечно, будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и тот ее аспект, который связан с гонениями и истреблением христиан на Ближнем Востоке. Ассамблея уже выступала с этих позиций. На последней годовой ежегодной ассамблее, которая прошла в Риме, участники были приняты, в том числе и Папой Римским, который выразил солидарность в этом вопросе с православным миром. Программа работы ассамблеи запланирована до 25 октября. За это время делегаты обсудят не только актуальные мировые вопросы, но и затронут такие фундаментальные темы, как права человека и мирное существование разных народов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Сегодня свой юбилей празднует заслуженный работник физкультуры и спорта Сочи, первый спортивный журналист города Игорь Мамаладзе. Сегодня Игорь Борисович с 70-м днем рождения поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. Игоря Мамаладзе, мэр курорта, вместе с председателем горсобрания, сегодня встречал в своем кабинете. Он отметил, город гордится такими жителями. Мамаладзе – коренной сочинец. Прошел трудовой путь от инструктора производственной гимнастики до сотрудника спорткомитета города. Игорь Борисович – первый спортивный журналист курорта. Он и сегодня корреспондент газеты «Спортэкспресс». Я думаю, что, по сути дела, вы самый счастливый человек, потому что вы с самыми легендарными и футболистами, и хоккеистами общались. Харламов встречался. Да, да. Ну, это уже по профилю моему интервью. Да, играли тоже вместе. Когда выходили, они футбольщик любили поиграть. В благодарность за пропаганду спорта и здорового образа жизни и в честь 70-летия Анатолий Пахомов вручил Игорю Мамаладзе знак признания и почет сочинцев. В своем солидном возрасте Мамаладзе и сегодня продолжает активно заниматься спортом. Играет в футбол за городской клуб ветеранов. Он, как в прошлом пресс-секретарь футбольной «Жемчужины», очень надеется, что благодаря предстоящему чемпионату мира в Сочи этот вид спорта выйдет на новый уровень. Мы за футбол. Мы за футбол. И, знаете, хотелось бы, чтобы все-таки команда была. И команда та, которую вы думаете. Местная. Сейчас пройдет чемпионат мира по футболу. Он нам в наследство оставит 8 новых пары. Это увеличиваются материальные возможности для наших детей. Уже такая, скажем, подготовка к проведению чемпионата мира уже дала свой результат, мотивацию для детей. Но для того, чтобы они подросли и стали настоящими футболистами, нужно время. В завершении встречи Анатолий Пахомов подписал для «Мамаладзе» уникальный конверт. На снимке легендарный момент передачи мэру флага Олимпийских игр. Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Восьмой «Хрустальный петушок» стартовал в Сочи. Сегодня первый районный тур фестиваля прошел в зале органа и камерной музыки. В нем приняли участие 60 детей-инвалидов, проживающих в Центральном районе. Фестиваль «Хрустальный петушок» проводится на курорте в восьмой раз. Он стал одной из составляющих в жизни многих детей с инвалидностью. Воспитанники Сочинского реабилитационного центра «Виктория», школы-интерната, музыкальной и школы искусств с нетерпением ждут его начала каждый год, чтобы вновь показать свои достижения широкой публике. Третий год подряд участие в фестивале принимает и «Хрустальная девочка» Гера Арестова. Пением она увлеклась не так давно, но уверенно стремится к поставленной цели – стать артисткой. В этом году к ней присоединилась племянница Ангелина Ясагашвили. Фестиваль для девочек – не только очередная возможность выйти на сцену, но и вдохновить зрителей и самим получить приятные эмоции. В моей карьере он не был стартовым. Я уже выступала на сцене до этого, но он мне уже очень дорог, потому что этот фестиваль, ну, тут дети, много людей, детей. И вот смотреть, как люди развиваются на сцене, как это воодушевляет, это очень вдохновляет. Для детей участие в фестивале действительно становится возможностью не только показать всем свои вокальные и танцевальные таланты, но и выступить на одной сцене с родителями и найти новых друзей. Кроме того, все участники получают приятные сюрпризы от организации «Лига женщин Мост Добра», «Соцзащиты» и районной администрации. У нас тоже в этом году будут такие и подарки необычные, и в районах, и общие потом. Не буду разглашать тайну. И я думаю, и городское будет такое большое мероприятие, потому что к нам едет очень много и медийных людей, и артистов, которые хотят участвовать в наших праздниках. Поэтому я думаю, что для деток это просто счастливый день. В отборочном туре Центрального района приняли участие 60 детей. Среди них 14 дебютантов. 30 октября районный тур пройдет в Адлере. Затем жюри просмотрят выступления конкурсантов в Лазаревском и Хосте. Ну а финалисты районных этапов традиционно выступят перед жителями и гостями курорта в рамках празднования Дня города 18 ноября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Второй международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской стартовал в Сочи. В этом году он посвящается 90-летию со дня рождения музыканта и супруга Вишневской Мстислава Ростроповича. Масштабные юбилейные мероприятия уже состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вашингтоне, Париже, Баку и других мировых культурных центрах. Оперный фестиваль в Сочи обещает стать яркой страницей в этом музыкальном приношении. Первый международный оперный фестиваль в Сочи состоялся в сентябре прошлого года и был с интересом встречен публикой. По словам художественного руководителя фестиваля Ольги Ростропович, здесь есть все для организации большого оперного праздника. В честь открытия на сцене Зимнего театра сегодня прозвучит одно из самых грандиозных произведений – рекви Моцарта в исполнении оркестра Центра оперного пения и Краснодарского государственного камерного хора. Следующий фестивальный день – 25 октября, день рождения Галины Вишневской. Центр оперного пения, созданный ею в Москве 15 лет назад, представит сочинской публике оперу Чайковского Евгения Онегин. Именно с партии Татьяны начинался творческий путь Галины Вишневской в Большом театре и в этой роли она прощалась с оперной сценой в Парижской гранд-опера. По признанию критиков, постановка Центра оперного пения – одна из лучших современных трактовок шедевра Чайковского. Когда в прошлом году мы проводили впервые фестиваль в летней столице России, мы могли только мечтать о том, чтобы сделать этот праздник ежегодно. Благодаря невероятно теплому и радостному приему публики и высоким оценкам критиков, которые получил первый фестиваль, мы поняли, что подобная акция не просто приживется в Сочи, но станет подлинным украшением культурной жизни города. Город Сочи, благодаря всем последним событиям, стал очень притягательной площадкой для проведения столь блистательных просто проектов. Вот буквально этот месяц, не будем ходить далеко, он просто как эстафетная палочка. Мероприятия один за другим идут вот в этом перманентном таком порыве. 26 октября в программе фестиваля благотворительный концерт на сцене зала органа и камерной музыки. Завершится фестиваль 27 октября оперой Олега Рахманинова в концертном исполнении, премьера которой состоялась в центре Галины Вишневской в июне. Теперь знаменитые строки поют люди. Нашего времени молодые артисты вдохнули новую жизнь в хорошо известных героев. Также в дни фестиваля в Зимнем театре будет развернута масштабная выставка, посвященная жизни и творчеству Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Сочинцы вышли в лидеры на краевом первенстве и кубке по джиу-джитсу. Турнир прошел в Белореченске. В первый день состязались дети, а также юноши и девушки в рамках краевого первенства. Во второй день на татами сошлись представители Юга России юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины. Более чем удачным можно назвать дебют сочинских спортсменов. Чемпионками турнира стали Ольга Авдеева, Анастасия Ячевская и Милара Авагимян. Серебро турнира завоевала Юлия Маликова. Все спортсменки тренируются у Ольги Авдеевой. Стоит отметить, что юниоры и юниорки, а также юноши и девушки, представившие курорт на турнире, принесли в Сочи награды практически в каждой весовой категории. Особо организаторы отметили спортсменов седьмой спортшколы курорта, а также учащихся в шестой гимназии в Сочи сестер Авдеевых и братьев Григориан. Ребята показали очень хороший результат, несмотря на то, что для них это был вид спорта новый. И все участники соревнований показали очень хорошую борьбу. Приятно было наблюдать. Сочинские единоборцы пополнили состав сборной команды Юга России. Сейчас готовятся к первенству и чемпионату России по джиу-джитсу. Оно пройдет в Подмосковье в декабре. И в завершении информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника Валиденталь проводит акцию от производителя Брекет-систем. Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...